Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых госпошлинах для автовладельцев Одну тысячу рублей придется платить за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля Пока оно выдается бесплатно В полторы тысячи обойдется свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов Наконец, с 800 рублей до полутора тысяч вырастет пошлина за выдачу свидетельства о соответствии машины требованиям безопасности Трасса 101 В Верхах снова предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля Тему подняла одна из депутатов Госдумы, обратившаяся с соответствующей инициативой в правительство По словам парламентария, личная машина позволит семьям с детьми быстрее доставлять их на учебу или в поликлинику Плюс это подстегнет внутренний туризм и в целом улучшит качество жизни Добавлю размером от капитала на первого ребенка сейчас почти 525 тысяч рублей Почти 169 тысяч на второго Трасса 101 600 тысяч рублей примерно столько попросят за новую упрощенную ладу Гранта Цифру озвучили некоторые дилеры АвтоВАЗа На самом предприятии эту информацию не комментируют Цены на обычную Гранту сейчас начинаются от 728 тысяч рублей Облегченную версию будут отличать отсутствие подушек безопасности, АБС, системы вызова экстренных служб, усилителя руля и электрических стеклоподъемников Продажи стартуют ближе к середине лета Трасса 101 Китайская компания Джак собирается конкурировать с Газелью В скором времени в нашей стране начнутся продажи цельнометаллического фургона Джак Сан Рейн А также пассажирской версии этого автомобиля Сколько будет стоить новинка пока неизвестно Как ожидается ее оснастятся дизельным мотором мощностью 156 лошадиных сил Трансмиссия шестиступенчатая механика Предзаказы уже принимаются Трасса 101 Интересное решение для любителей сплошной тонировки автомобильных стекол придумали в Киргизии Смысл прост Если хочешь быть невидимым, плати Причем плату надо будет выносить ежегодно Расценки такие, если переводить в рубли Физические лица 60 тысяч Юридические более 70 тысяч Иностранцы почти 90 тысяч За отсутствие разрешения на тонировку предусмотрены немаленькие штрафы Ограничений по светопропускаемости стекол при этом не существует Как говорится, хоть все черной краской замашь Трасса 101 А компания Ford тестирует технологию, которая обеспечивает движение автомобиля с определенной скоростью в пределах обозначенной территории Например, это может быть район школы, больницы или другого социального учреждения Пересекая невидимую черту, машина будет самостоятельно сбрасывать скорость И как ни старайся, быстрее, предположим, 40 км в час не поедешь Для того, чтобы ориентироваться, техники, дорожные знаки не нужны На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин